Взрыв кафе на Закарпатье. Демобилизированный участник АТО бросил в баре гранату. Поссорившись с персоналом заведения, он таким образом решил отомстить. Подробнее в нашем материале. Эти фото сделаны в селе Касовское поляно Раховского района. В местное кафе ночью бросили гранату. Взрыв разрушил стену и повредил мебель. На полу следы крови, осколками ранила одного из гостей. Причиной инцидента стал конфликт между сотрудницей кафе и посетителем, демобилизованным участником АТО. На сайте главы области Геннадия Москаля появилась информация о гранатометателе. Мужчине 45 лет. Мобилизован два года назад. Официально безработный. В селе у него репутация задиры. В 90-м году, когда он был призванный в Радянскую армию, тоже был инцидент. У него криминальный злочин с использованием заброга. Он расстрелял караул в армии. Колько людей. Загинуло. Он 10 лет в отсиде в вязнице. То есть это была прямая подстава для того, чтобы его не можно было мобилизовать в оружие. Это граната, которая выпустила РГД. За последними данными, он привез ее из зоны боевых действий нелегально. Руководитель организации ветеранов АТО Николай Морчишак подтверждает, три года назад в регионе военную форму надевали все, кто добровольно шел на службу. Дехто ранее судимый. Дехто скрывался от следствия, будучи в зоне АТО. Такой информации есть много. Проблема в том, что на государственном уровне нет психологической реабилитации участников АТО. АТОшника, который бросил гранату, задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В результате взрыва в кафе был ранен мужчина. Он сейчас в больнице. За последнюю неделю это уже не первый подобный случай. Вчера две гранаты взорвались во дворе частного дома в Мукачеве, а 9 мая гранату метнули в жилой дом. Виновных пока не нашли. Марина Ковальдюри, Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.